Ранее утро пятого съемочного дня, все уже готово, мы перевалили через экватор, а когда остается совсем немножечко до конца, всего каких-то три дня, кажется, что пройдено очень много, а впереди осталось совсем чуть-чуть. Сегодня очень длинная смена, большой съемочный день, но я уверена, что у нас будет очень интересно, поэтому оставайтесь с нами, мы вам все покажем. Ничего не изменилось, тот же голос, тот же взгляд, не молчи, скажи, что очень рад. Ты совсем-совсем дорогой, я не знаю, что сказать, столько лет прошло, тебе решать, а не забудь о былом, наши ссоры всегда ни о чем. Золотая чаша с золотницей, угадай, где я, не дома, бэйби. Вы недавно снимались у нас в новом комедийном проекте «Вайт Медиа», который для наших зрителей пока остается большим сюрпризом. И сейчас вы пришли к нам в новогодний мюзикл. Скажите, как часто вам приходится примерять такие сказочные образы на себя? Но именно такой образ, это впервые, потому что, когда мне сказали, что я буду снежной королевой, я поняла, что я должна очень серьезно к этому подойти, потому что королевой быть, это нужно действительно много поработать, создать этот образ. Потому что королева снежная должна быть богатая, должна быть роскошная, должна быть самая красивая снежная королева во все времена. Мы тогда можем вас поздравить с премьерой. Спасибо большое. Вы представляете, мне даже каждую деталь, для того, чтобы вместе собрать королеву, для этой короны, значит, из Барвихи моя стилистка ездила в Питер и подбирала корону. Для того, чтобы корона была именно для снежной королевы, множество этих корон, но именно нужна была такая сосульки. Да, это было сложно, она на два дня пропала, приехала, привезла мне эту корону. Но самый большой секрет, эта корона такая тяжелая, честно говоря, я так мечтаю, уйти в образ Любы Успенской, снять корону, надеть тапочки, надеть спортивный костюм и превратиться в золушку. Вот так, вот они, простые мечты наших прекрасных звезд.